У женщин очень сильные чувства, и так как у женщин очень сильные чувства, поэтому общество должно заботиться о женщинах и давать им какие-то преимущества в их возможности. Понимаете, потому что если сейчас я ей скажу нельзя, вот если бы я сказал мужчине, сказал бы нельзя, он бы сказал, ну и ладно, внутри себя, и сел, и через 5 минут бы забыл. Но она будет думать, если я ей сейчас откажу, она будет помнить это еще 2 дня. Она не будет спать всю ночь, она будет думать, почему же он не сказал мне нет. Хорошо, но это будет последний вопрос. Добрый вечер, я прошла с братью с мужем, у нас ребенок 3 года, но он никак сделал предложение, но у нас доделал сравнные доходы. Ну ничего, нормально, вы движетесь вперед. Ну а как бы, может быть, может это я взяты, не доработка моей как-то, или это от него больше зависит от мужа? Мы всегда анализируем свою жизнь с позиции себя. Мы не думаем о том, кто недорабатывает рядом с нами, мы просто думаем о себе. Это самая лучшая позиция. Ну простите его за то, что он был уже в браке. Вы даже не представляете, сколько раз он уже был в браке в прошлой жизни. Даже в женском теле еще был в браке, представляете? Ну вот, надо сейчас просто уже забыть об этом, что он был в браке. Хорошо? Вы забыли уже или нет? Вы не благодарны ей и не забыли. Но вам придется это сделать. Спасибо вам. Я вам хочу сказать, что вы хорошо переживаете о том, чтобы у вас была роспись. Это хорошее переживание. Супер. И вы придете к этому обязательно. Но придете, знаете, когда? Когда вы успокоитесь по этому поводу. Есть стадии определенной развития событий, и когда человеку все равно, это значит, что он, событие еще не началось. Когда человек сильно беспокоится об этом, событие началось, но оно еще не дошло до пикового состояния. Когда человек успокаивается по этому поводу, что очень скоро, значит, уже это произойдет. Вот когда вы успокоитесь в сердце, тогда это будет уже приближаться, это событие. Но оно, несомненно, произойдет в вашей жизни. Потому что... И как я уже сказал до этого, что вот эти вот три ступени семьи, кто-то их проходит быстрее, все равно люди сначала в наше время начинают жить, не расписавшись. Но они просто встречаются, допустим. Потом дальше роспись идет, потом венчание. Кто-то проходит это за несколько месяцев в своей жизни, а кто-то за несколько лет. Кто-то до венчания ему 10 лет надо, допустим, дойти. Кто через 10 лет и больше повенчался, живет с близким человеком. Поднимите руку. Есть такие? Вот некоторые через 10 лет дошли до этого момента. Путь у всех разный. Путь в жизни человека зависит от познания. То есть главная цель жизни — это знание. В нашей жизни знание, оно имеет разные слои. В основном люди под знанием воспринимают то, что изучается в стенах каких-то институтов. Менеджмент, там еще что-то. Но это не знание, это скорее способ выживать. Знание дает человеку свободу, но делает его счастливым, а не способным качественно выживать. Понимаете? Все знание, которое дает нам возможность нормально работать, трудиться, получать деньги — это знание предварительное в жизни человека. Оно не имеет слишком глубокого значения для нашей судьбы, потому что есть люди, которые имеют огромные деньги, но счастья не имеют вред. Причина? Они не развиты глубоко, нет глубокого развития. И есть люди, которые имеют мало денег, но очень счастливы, потому что у них сильное развитие. Есть люди, у которых много денег, и у них сильное развитие, они счастливы. Такие тоже люди есть. Для общества они более ценные, потому что они могут эти деньги использовать уже в хороших целях, для блага людей. Развитые люди так делают. Неразвитые в основном гребут себе. Но это тоже нормально. Все же мы разные, мы развиваемся потихоньку. Так, вы успокоились, все нормально. Прежде чем говорить об обязанностях мужчины и женщины, я хотел бы сделать вступление. Я хочу еще раз благодарить те, кто пришли на эту лекцию. Я хочу сделать вас счастливыми сегодня. Поэтому у нас будет звучать музыка, песни. У меня вопрос к организаторам. У нас есть второй микрофон, ну, переносной. То есть, если второй переносной микрофон есть, то тогда вопрос отсутствия шнурчика, который мне нужен был, он решается таким образом, на уровне студенческой аудитории. Это нормально тоже. Давайте мне второй микрофон. Я его применю для того, чтобы включать в песни. Я вам расскажу немножко о стиле ведения лекции. Я не знаю, как это назвать, лекцией или концертом, или просто счастливым вечером, или несчастным вечером. Так или иначе, древняя культура, она по-другому подавала, подносила материал. Потому что в современной культуре считается, что информативность, четкость, доступность и качественность материала определяет успех лекции. Но в древней культуре считалось, что знание передается через сердце, означает главный компонент познания, должна быть присутствовать любовь, доброта и сострадание, и глубина в отношениях людей. Это главное, что дает возможность человеку понять. Доброта, любовь, сострадание усиливается, когда есть отношения, есть вопросы-ответы, когда есть пение и стихи. То есть знание связано с сердцем. И когда оно так же сопровождается песнями, тогда глубже усваивается материал. Это мой 20-летний опыт. Поэтому я могу иногда сам спеть, хотя у меня нет академических каких-то способностей, вот этих вот вокальных. Но тем не менее, вам будет весело, смешно послушать, что я тут вытворяю. И цель будет достигнута. Иногда я буду включать профессионалов, когда сам не смогу вытянуть что-то. Но так или иначе, мы с вами будем сейчас очень погружаться в тему. И прежде всего я должен сделать вступление, потому что сама подача материала, она основывается не на современном, на и культуре, и современном знании. Хотя я тоже считаю это знание, которое я преподаю современным, потому что оно, может быть, даже и больше интересует людей, чем то, что преподается в институтах. Потому что в группах контактов сейчас, связанных с моим именем, около миллиона человек. Они слушают лекции. Сейчас многие слушают на других языках, не только на русском. Ну, то есть это интересно. Людям интересно, поэтому они слушают. Значит, первое, что я хотел бы сказать, что психика человека, она имеет своё строение. И так как я, так случилось, что я порядка 20 лет уже изучаю это строение, так как это рекомендовано изучать в древних писаниях, то есть я пытаюсь свой ум настроить так, чтобы чувствовать психику человека. И вы уже заметили во время ответов на вопросы, что я очень уверенно что-то говорю людям, и как бы зал немножко недоумевает, что он на себя, ну, как бы, какое он право имеет так себя вести. Но люди, которые слушают ответ, они недоумевают, потому что они понимают, что всё правильно. То есть кто считает, что я что-то не то сказал, из тех, кто... Поднимите руку. А кто считает, что я правильно сказал, из тех, кем я говорил? Нет, с кем я говорил. Ведь они все считают, что всё правильно. Вот таким образом можно изучать психику человека, потому что она имеет своё строение, но это строение невидимое. Оно имеет невидимую природу, но в нём есть закономерности, своя структура. И эти закономерности мы с вами тоже немножко поизучаем. Это будет очень практично, потому что есть непрактичные вещи. Например, если сейчас мы будем изучать гандли и малоголовного мозга, это будет непрактично для нас, потому что мы не собираемся там в мозгах копаться с помощью скальпеля. Но если мы начинаем изучать строение тех, как тонкой психики, это сразу будет очень практично. Очень практично и сразу. Потому что мы с этим имеем дело каждый день. Каждый день. Поэтому я начну это изучение и вам буду немножко объяснять. Мы немножко такое вступление сделаем. И тогда вам станет многое понятно. Итак, первое, что нужно знать, что тонкое или психическое тело, в отличие от грубого тела, которое изучается в медицинском институте в виде анатомического строения, есть тонкое тело, в медицинском институте не изучается. Его не видно. Ни один врач не может его посмотреть никаким прибором. Это невозможно сейчас. Наших возможностей. Итак, в тонком психическом теле есть одна особенность. Оно не умирает со смертью грубого тела. Оно остаётся живым. Я вам расскажу сейчас одну историю, которая произошла со мной буквально несколько месяцев назад. Такие истории часто происходят, но я люблю вспоминать то, что недавно произошло. Итак, недавно я спал ночью, и мне снился определённый сон, связанный с моей жизнью. Причём этот сон снился уже не первый раз. Какие-то события связаны с тем, что мне кто-то сильно в жизни помог, этому человеку был очень благодарен. Вот эти события немножко отличаются от той культуры и той среды, в которой я нахожусь, но я никогда не отдавал себе отчёт. Я просто переживал эти события во сне. И потом в какой-то момент, неожиданно для себя, я себя спросил, а когда это со мной было? Я начал во сне судорожно вспоминать всю свою судьбу с детства и до сегодняшнего дня. И не вспомнил ни одного случая, когда именно это событие произошло в моей жизни. И тогда я понял во сне, что это было из прошлой жизни событие. Я просто чётко это понял, что это не в этой жизни произошло. Теперь у меня вопрос. А у кого было то же самое? Поднимите руку. Видите? Есть такие люди. И у кого такого не было, они скажут, ну, Олег Геннадьевич, знаете, в психушке тоже много таких, которые имеют события разные в жизни. Они много чего могут вам рассказать. Но те, которые имели этот опыт, они так не скажут. Видите, этот опыт сомнительный. То есть просто на этом сне я не смогу вам строить материал. Я просто вам рассказываю о своих переживаниях, о том, что я почувствовал просто и всё. Конечно, это не поможет вам поверить больше в то, что я сейчас дальше буду говорить, но это интрига, понимаете? То есть я сейчас вас заинтриговал. Кто-то так подумал, ну вот пришёл на очередного экстрасенса, экстрасенса. А кто-то, ну, неужели такое возможно? Но всегда вначале, потому что я подаю материал по древним канонам, и есть первый этап подачи материала означает интрига. Я должен что-то сказать, чтобы все включились и как бы начали слушать в этом цель. Итак, двигаемся дальше. Само по себе тонкое психическое тело, оно имеет своё строение. В нём есть вполне конкретные функции, необходимые для нашей жизни. Первое, что нужно знать, что в нём есть три основные структуры. Первая структура является остовом нашей психики. Она называется манас, эта структура, или ум, по-русски сказать. Видите, слова похожи. Вторая структура называется буддх, или разум. Видите, есть русское слово на это, откуда оно взялось. И третья структура называется аганкара, или эго-человек. Все эти структуры реально существуют в жизни, их можно продиагностировать. они так же и болеют, и так же выздоравливают. Например, если человек спился, это болезнь разума, а когда человек в психушку попал, это болезнь ума. И поэтому о нём говорят, сошёл с ума, не сошёл с разума. Потому что, когда человек выпивает и живёт в такой очень лёгкой жизни, то это означает, что у него разума не хватает, ему говорят, как он человек. Видите, мы всё знаем об этом. Мы всё знаем, но конкретно никто ничего не знает, что это такое. Но факт остаётся фактом, что люди проводят диагностику. Они говорят, что есть что, они понимают. Другого человека говорят, он эгоист. Но это значит, что его эго работает неправильно. Вот и всё. То есть оно функционирует не так, как надо, и это приносит ему уже и страдания. Итак, есть три структуры, давайте немножко поглубже их изучим. Первая структура — манос или каркас, психический каркас человека. Эта структура, она заключает, главная функция заключается в том, что этой структурой, чтобы получать энергию счастья, необходимую для жизни. Энергия счастья или прана, на санскрите эта энергия называется прана, жизненная энергия, другое название. Эта энергия, необходимая для жизни. Самое лучшее название этой энергии — это счастье слово, потому что, когда человек счастлив, он также и здоров, потому что веда объясняет, что ум питает все клетки организма этой энергии. Причём энергия счастья, она дробится многократно в организме, и, например, энергия счастья имеет разные оттенки. Например, правдивостью питается печень, нежностью питается сердце, принятием питается поджелудочная железа, спокойствием питается позвоночник, состраданием питается головной мозг, жестокие люди получают инсульт. Понимаете, и так далее. То есть разные оттенки этой энергии счастья, и разные части тела питаются этой энергией. Ум, а первая функция ума — это кормить организм психической энергией. Что значит кормить организм? Давайте разберём это на практике сразу же. Допустим, мы кушаем пищу. Есть такая теория раздельного питания, где говорится, что надо жиры, белки, углеводы есть отдельно. Возьмите кусок прессованного белка, кусок жира, потом кусок сахара, допустим. Это ваш рацион питания. Вы удовлетворены? Нет. Потому что удовлетворённость — это энергия ума, это не энергия тела. Телу это достаточно. Чтобы нормально жить, телу надо есть отдельно жир, отдельно сахар, отдельно углевод, отдельно белки. Всё будет перевариваться хорошо, но человек будет метаться психически, потому что это не приводит к тому, чтобы… Да, так действует женское тело. Оно очень чувствительное по природе. Это факт. Неожиданно, да. Но что делать? Вот оно такое, женское тело, очень чувствительное. Итак, смотрите, то есть оказывается, 30% пищи — это белки, жиры, углеводы, а 70% пищи — это её характер. А те люди, которые не знают об этом, они разделяют пищу и потом начинают метаться. У них здоровье тело увеличивается, улучшается, но они постоянно начинают думать о еде, они не могут отвлечься от этого. Кто из вас питался ракодельным питанием? Да, постоянно о еде думаем. Почему? Потому что не хватает уму счастья. Потому что счастье ум получает не от белков, жиров, углеводов, он получает от характера продуктов. Причём сочетание этого характера создают именно комбинации. То есть, когда объединяются несколько сочетаемых растений, допустим, в одно блюдо, овощное, допустим, тогда ум насыщается этим вкусом, именно вкусом. Не белками, жирами, углеводами, потому что они безвкусны по природе. Сахар безвкусный. Понимаете, он просто однотонный. Ну а если человек... Он сладкий, да, но он однотонный, в нём нет вкусностей. В нём есть вкус, но вкусности нет. Понимаете, но когда человек сочетает разные оттенки продуктов, сочетание приводит к любви, к гармонии. В результате человек насыщается этим, говорит, мне очень вкусно. Вкусно это насыщение ума уже идёт. Ум питается. Смотрите, бывают очень полные люди, они всё равно кушают четыре раза в день. Почему? Потому что их ум истощается и хочет кушать. Когда человек говорит, я хочу покушать, я не могу уже там, у меня напряжение, сейчас всех порву. Это означает, что в уме у него кончилась энергия. Ему нужно пополнять ум, потому что тело от этого не похудело же, правда? В теле всё так же много. Но кушать хочется. Это означает, что он питает ум. Он хочет накормить ум, и когда ум наелся, человек расслабляется, ему хорошо, спокойно улыбаться начинает. Значит, он наелся. Так? Чувствуете разницу, да? Поэтому, если человек невкусно питается, то он не может насытиться. Причём интересно знать, что мужчина насыщается объёмом вкусной пищи, а женщина – качеством. Если женщина качественно поела, она сразу наелась. Вот ей нужно что-то очень вкусное съесть. Качественно поела, она наелась. А мужчина качественно поел, немножко не наелся. Он говорит, ну пускай будет меньше качества, но побольше. Потому что психика у женщины, мужчины по-разному устроена. Мужчина в основном имеет силу психики, он основывает свою жизнь на силе, а женщина на качестве. Разные умы мужчины и женщины по-разному построены. Мы об этом будем дальше с вами это изучать. Итак, ум питается, тоже питается, он испытывает голод, питается. Ему нужна энергия счастья для того, чтобы кормить этой энергией весь организм. У ума есть пять чувств. Каждое чувство имеет роль принятия энергии и отдачи ее. Люди в основном знают о принятии. Они знают, что глаза принимают информацию, но они не знают, что глаза отдают информацию. Отдают. Взгляд действует наружу также. Не смотри на меня. То есть он смотрит, женщина может идти, допустим, сзади кто-то посмотрел, она оборачивается. Почему? Потому что почувствовала взгляд. Почему? Потому что он и до нее дотронулся взглядом. То есть взглядом можно дотронуться, отдавать. Если взгляд только принимает, то никуда кого не дотронешься. люди иногда в автобусе, даже где-то оборачиваются, на них кто-то смотрит. Прямо в автобус. Так? Знакомая ситуация? Особенно женщины, потому что у них взгляд очень чувствительный. В шесть раз чувствительнее чувство у женщины, чем у мужчины. В шесть раз чувствительнее. Поэтому я к женщинам обращаюсь. Мужчины могут со мной поспорить. Ну что, какой взгляд? Итак, я немножко попозже о этих пяти чувствах расскажу. Давайте двигаться дальше. Вперед. Ум состоит из характера. Уме есть характер. Характер означает черты характера. Это женские черты характера. нежность, доброта, простота, сострадание, заботливость, склонность служить, правдивость, скромность, женские черты характера, природные свойства на женщине, мужские черты характера, стойкость, решимость, отвага, сосредоточенность, смелость, способность побеждать судьбу, устойчивость, терпение, твердость характера, твердость характера, мужские качества природные, рассудительность. Когда женщина развивается, она сначала развивает все женские черты характера, а потом она начинает также развивать и мужские, и она тогда становится мудрецом. Когда женщина развивает все женские черты характера, она становится хорошим человеком. Когда женщина развивает все мужские, она становится мудрецом. Когда мужчина развивает все мужские черты характера, он становится хорошим человеком. Но когда он начинает развивать все женские, он становится мудрецом. Мужчина может быть нежным, ласковым, заботливым, добрым. Но это уже мудрец. Женщина может быть смиренной. Но это не женская черта характера. Скромность женская. То есть, если кто-то ее любит, она становится смиренной сразу. Она сразу такая раз, и смиренной становится. От любви. Но если она становится смиренной просто сама по себе, то это уже признак, что она развилась очень сильно. Это мужская черта характера. Если, допустим, поставить женщину и мужчину, и мужчину сказать, равняйтесь, просто смиренно. Видите, они смиренные по природе, мужчины. 40 мужчин могут жить в одной казарме вместе, без проблем. Но две женщины в одной комнате невозможно. Возможно, какое-то время. Месяца два, допустим. Пока мы любим друг друга. А потом начинается веселая жизнь. Хотя они обе хорошие, они обе хорошие, но вместе жить не могут. Почему? Потому что женщина по природе не смиренная. Она скромная. Но она, женщина по природе, женское качество, изначально природное женское качество, дипломатичность или способность показывать себя хорошей. И в эту способность в коре входит как элемент смирения также. Когда женщина себя научится и показывает, она ведет себя очень смиренно. это хорошо. Это правильно. и так, есть женский характер, есть мужской, означает, что уму женщины и мужчины имеют разную природу. разум тоже отличается у мужчины и у женщины. И эго отличается у мужчины и женщины. Полностью все тонкое тело отличается у мужчины и женщины. Как плюс и минус. Плюс это кто? Мужчина. А минус это кто? Женщины. Минус не означает вычеркнуть из списка. Минус означает спокойствие, расслабленность, неторопливость внутренняя, желание наслаждаться жизнью, тишина внутри, желание спокойно, чтобы все было. Это минус. А плюс означает активность, оптимизм, энергичность. Это плюс. Вот и все. Вот именно так надо рассуждать. У женщины вместо оптимизма присутствует доброта, заботливость. Это минус. Тоже оптимизм женский. Бывают женщины энергичные, но это уже скорее наслоение каких-то мужских черт. В основном женщины, они оптимистичны своей любовью. У них другой оптимизм. По-другому действует. Ум пронизывают определенные психические каналы. В уме есть много каналов, они есть атласы даже, этих психических каналов, они называются нади на санскрике. Но есть три основных канала, которые нам сейчас очень нужны. Первый центральный канал, который является деревом жизни, проходит вдоль позвоночника, называется сушумна. Начинается в копчике, начинает с макушки, заканчивается в копчике. Этот канал в себя включает определенные психические центры, как трансформаторные будки, которые меняют энергетику организма. Это чакры. То есть вдоль сушумны идут эти вот чакры, психические центры. Они преобразуют энергию, для того, чтобы передавать с одного уровня на другой. Это все нам не обязательно знать. Нам надо знать, что этот канал психический сушумно дает человеку работоспособность, бодрость или наоборот слабость. У женщины и мужчины он по-разному работает. Женщина активизируется, когда она чувствует любовь. Она становится бодрой, активной, счастливой, жизнерадостной, в тонусе. чувствует кому-то любовь, или к себе любовь. Она сразу активизируется, в ней поднимается тонус, она чувствует себя очень бодрой. Она может много сделать, у ней появляется тонус, сила. Когда энергии любви нет, она сразу такая, становится вялой, ей уже это все скучно, не нужно, не интересно. Мужчину активизирует желание победы. Вот когда у него есть какое-то поле деятельности, где бы он мог победить, приложить свои силы, он становится бодрым, активным, жизнерадостным. Нет такой силы, он лежит на печке. Ему ничего не интересно. Но нужно, чтобы куда-то приложить свои силы, нужно место. То есть, все шумно мотивируется. Если человек говорит, это у меня отлава есть постоянно, это значит, что нет мотива. То есть, он не мотивирован в жизни, такой человек. Женщина мотивируется любовью или заботой, мужчина мотивируется с помощью целей в жизни, каких-то достижений. У женщин тоже есть цель, это забота. У мужчин цель достижения. Есть у ума, у мужчины и женщины два качества. То есть, одно качество женское изначально, другое мужчины, мужское. Эти качества являются природными недостатками. Природный недостаток так женщин – это страх. Она, она, женщина, страх является двигателем ее судьбы. А природный недостаток мужчины – чувство несовершенства. Мужчина чувствует в себе несовершенство, и он хочет его победить, хочет стать совершенством, совершенным. И от этого он сильно страдает, и это движет его в жизни. А женщину движет страх. Поэтому женщина ищет прибежище, а мужчина ищет победы. Соответственно, эти чувства, они вызывают определенное движение в сознании. Женщина, допустим, получила победы в жизни, немного побед, допустим, она все победила, всех победила, но удовлетворенности нет, потому что нужно прибежище. Мужчина может, допустим, дать всем прибежище, но победы никаких нет. Побед в жизни и он тоже не удовлетворен. Таксу шумно, первый канал, мы его разобрали. Он дает энергию человека. Все энергии у нас в организме от него зависят, от этого канала. Если у человека нет мотива к жизни, значит, он склонен терять жизнь. То есть у нас есть два желания. Желание жить, желание умереть. Если у человека нет мотива к жизни, не мотивирован, тогда в этом случае у него развивается желание умереть. Он ленивым становится, несчастным. У него снижается давление, тонус, пищеварение, все снижается. Но он не стремится к победам, мужчинам. Или не стремится к гармонии, к защите женщины, к заботе. Если вы говорите мне, женщина, если вы говорите, что-то у меня постоянно вялая, то значит, вам нет для кого жить. А если... Или вы не вкладываетесь в отношения слишком сильно. А если мужчина говорит, что-то мне все по барабану, то значит, что вы не мотивированы добиваться чего-то в жизни, достигать. Рядом с шушумной центральным каналом есть еще два канала психических. Один идет с левой стороны, другой с правой. Тот, который идет с левой стороны, имеет женскую природу. Называется ида-нади. Этот канал, нади, означает канал психический. Сушумна-нади, ида-нади. Ида — это женский канал. Он дает женщине вот те качества, которые я перечислил. Нежность, доброту, простоту, заботливость, склонность к близким отношениям. Близким отношениям. Женщиной можно пытаться строить деловые отношения. Но есть большой риск, если мужчина будет деловые отношения с женщиной строить, есть большой риск, что они постепенно перейдут близкие. Потому что женщина не может жить чисто в деловых отношениях. Ей надо держаться на дистанции от человека, чтобы строить деловые отношения. Но если начинают отношения настоящие строить, они становятся близкими. Женщина не может строить деловые отношения. Если она приближается к человеку, они становятся близкими всегда. Поэтому единственный способ для женщины строить деловые отношения — это не приближаться. Дружба между мужчиной и женщиной невозможна. За исключением брата и сестры, мужа и жены. или в каких-то редких случаях, очень редких случаях, когда очень возвышенные люди, допустим, мужа моей подруги, но в присутствии подруги. Редкий случай, я говорю, как исключение. Это возможно. Возможно. Но опасно уже. Опасно. Я знаю одну семью, очень хорошую, возвышенную, где буквально поселилась одна женщина в доме этой семьи. Она любила, они очень любили много лет друг друга девушке. Потом одна из них вышла замуж. И потом ее подруга отбила у нее ее мужа. Она не хотела, так получилось. И в результате эта девушка на много лет осталась одна с ребенком. И, естественно, дружба закончилась на этом. В таких случаях много, да. Это факт. Итак, с правой стороны идет психический канал, называется Пингала Надей. Он имеет мужскую природу. То есть, другими словами, он дает человеку вот эти качества, смелость, решимость, твердость характера, рассудительность и так далее. Энергичность, оптимистичность. Это мужские качества характера. И способность строить деловые, общественные отношения, социальные отношения. Мужчина способен строить. По природе, по своей. Мужская дружба имеет такую вот социальную связь. Женская дружба какая? У женщин какая дружба? Они сразу обнимаются, целуются. Все, у них дружба очень близкая. Они вот так вот друг к другу так. Очень близкая дружба. Они как будто соединились. Так, оп, соединились с друг другу. Все, не растащишь. Женская дружба. Но если мужчины вот так соединятся, вот так, это будет странно выглядеть. Ну и сейчас на Западе это практикуется. Но это странно выглядит, правда же? Мужчины тоже, они близки, но они как? Они как могут друг друга так? Вот. Ну то есть у них такая дружба как бы. Они тоже любят друг друга, но у них по-своему любой поражается. Они потрунивать любят друг на друга. Женщины, когда дружат, не потрунивают. Никогда. А мужчины всегда разные другу. Когда душа, имея вокруг себя только тонкое тело, когда она еще не получила, грубое тело, она вышла из грубого тела, когда тело становится ненужным для этой жизни, буквально в смысле слова, когда оно уже не может удовлетворить потребности души, тогда судьба устраивает так, что человек теряет тело. Это может быть внезапная смерть тела, не души и не психики. внезапная смерть или с возрастом имеет значение. Всегда она возникает в результате того, что потребности судьбы удовлетворить в этой жизни уже невозможно. Человек это психически чувствует, как будто что-то у него остановилось. И это предшествует тому, что часто человек потом или на другой качественный уровень жизни выходит, или оставляет это тело и получает новое. Перед тем, как его получить, душа выбирает, что она хочет в этой жизни иметь. Если она хочет в этой жизни любви, гармонии, глубоких отношений, нежности, тогда она рождается в женском теле. Если она хочет в этой жизни побед, достижений, знания, преодоления, так далее, значит, мужское тело. Когда душа рождается в женском теле, то в этот момент в левый психический канал выдано и до Нади приходит в три раза больше энергии, чем в правой. У женщин тоже есть храбрость, решимость, оптимизм, но в три раза меньше, чем любовь, нежность и так далее. Такие пропорции. Понимаете, да? Поэтому для женщины близкие отношения в три раза важнее, чем деловые. для ее счастья. Как, знаете, в этом фильме Буратино черепаха тортила спросила Дуримара, тебе говорит, чего надо-то в жизни? Счастье или деньги? И он ей ответил, а сколько веса в этом ключике золотом? То есть понятно, что ему надо. То есть люди выбирают, счастье или деньги. Часто женщина выбирает, если деньги, то тогда она не уделяет время личной жизни. Ну, счастье, естественно, такой жизни не будет. Мужчина тоже выбирает между сексом и развитием. И он погружается в выпивку и секс, или он погружается в самосовершенствование. Он выбирает или счастье, когда он погружает в самосовершенствование, он становится счастливым. Когда он выбирает выпивку и секс, он становится несчастным. смотрите как интересно женщина деградирует выбирая деньги они семью а мужчина деградирует выбирая секс и выпивку как это происходит деградация мужчин и женщин женская энергия когда переходит в правую сторону грубеет она теряет личные отношения много времени уделяет учебе работе и и забывает про то что она должна быть женой матерью там и так далее дочерью забывает об этом и некогда она теряет себя в результате мужчина когда у него энергия переходит в левую сторону он начинает наслаждаться жизни но в левую сторону мужчины переход означает больше контакта женской энергии из два типа женской энергии это секс для мужчины и водка оба женскую природу иметь секса нет возможности значит тогда вино и так если бы я был в киеве я сказал ну а шо рубить потому что по-русски не звучит и так движемся вперед ведь уже много чего узнали да просто из строения следует знать что разум управляет жизнью человек вот здесь вот в области сердца у человека находится сила которая создает событие эта сила называется глубиной памятью наших с прошлых жизней там находится такие узелки психические которые называются карма васаны и или узелки судьбы узелки кармы они находятся прямо вот здесь такой шарик психически тонкий невидимый там внутри него живет душа душа это я я смотрю на мир сквозь этот шарик когда плохой период астрологический или плохой период судьбы приходит человеку в жизни тогда все бледном свете возникает человек смотрит на мир ему плохо ему тяжело жить потому что вышла наружу энергия вот там внутри этого шарика он заполнился несчастьем когда он заполняется счастьем тогда все хорошо становится эти периоды меняются один на другой в жизни постоянно как волны то спад то подъем никогда не бывает только подъема и так разум он способен контролировать состояние человека и побеждать вот этот шарик то есть он способен очищать негатив внутри ума то есть что такое разум это психическая структура побеждающая судьбу разум соткан если ум соткан из характера и любви то разум соткан из знания даже знание любви это тоже функция разума у разума есть три психических центра соответствующих три трем аспектом сознания души сознание это энергии души вот допустим электричество это энергия которая движется по микрофону это его сознание а у человека такой же энергии является энергия которая пронизывает все тело и она состоит из трех всего вещей три аспекта в этой энергии первый аспект называется знанием без этого аспекта невозможно жить когда человек получает знанием слава богу ему становится легче ну что сказать ну что сказать устроены так люди желают знать желают знать желают знать что будет видите важно не то как я спел а то о чем спел да я буду о чем-то петь и так знание находится вот здесь в области лба этот аспект души связан с мужским началом вот здесь находится центр разума связан с мужским началом вот здесь вот у женщины очень чувствительная зона вот здесь вот например женщина может получать знание если по-доброму говорить потому что зона очень чувствительный индикатор сильный если по-доброму она получает знание как только на нее нажали она сразу она не может получать знание не закрывается здесь система но проблема заключается в том что у мужчины этот этот центр очень сильный и грубый по природе центр связанный с сознанием с логикой демагогией и мужским пониманием вещей поэтому мужчина начинает я тебе сейчас все объясню то есть говорит слушай давай не надо объяснять скажи чего ты хочешь то есть мужчина первое правило мужчина должен объяснять все очень коротко раз по-доброму два и ненавязчиво три поймет не поймет неважно просто скажи женщина вам понравилось что я сказал видите им понравилось это характеристика это вот этой зоны она дает вот такой контакт то есть для мужчины это зона опасная в отношении с женой потому что она дает очень сильное напряжение в женской психике когда мужчина пытается рассказать знание женщине опасная ситуация нужно быть осторожным когда ты хочешь жене рассказать как правильно жить это опасная ситуация она может привести к конфликту женщине слушать это очень тяжело мужчина должен жене говорить очень по-доброму что-то если она сама захотела услышать она может иногда подойти к мужу и сказать я не могу понять что это значит и мужчина когда обычно женщина так подходит и говорит он обычно издевается над ней говорит да ах я не можешь понять мы поняла что не можешь понять вот и женщина ну господи кому я обратилась она что же больше никогда не подойду как мужчина должен себя вести когда женщина подходит к нему он должен вдохнуть выдохнуть почему вдохнуть выдохнуть потому что в это время на него идет очень сильный шквал энергии женщина когда к мужчине обращается смиренно она становится очень сильной психически по отношению к нему ему нужно вдохнуть выдохнуть и очень по-доброму начинать объяснять как допустим я видел в одном фильме такой эпизод когда один герой маленькому ребенку объяснял что такое море и когда я это услышал я был ребенком тоже слушал этот фильм я пошел на волгу у нас там залив большой был в тольяттик я там жил в тольятти большой залив как мы называли жиглевское море я начал изучать эти слова и песня была такая то есть он в песне это все объяснял море существует для чего море существует для того чтобы глядеть не наглядеться на красоты вечные него я пришел начал смотреть я понял о чем речь была я все это осознал мне было там лет восемь наверное вот точно так же надо объяснять жене согласны женщины да? принимаете такое объяснение? следующий центр разума связан с сердцем находится вот здесь когда человек хочет любви гармонии в отношениях когда человек хочет знания отношений развивать знания отношений в своем сердце тогда он рождается женщиной имеющейся человеком имеющийся сильный вот этот психический центр сильный и да надя очень сильно соединяется здесь с этим центром а пингала надя мужская мужской канал вот с этим сильно соединяется вот здесь у женщины большая сила у нее много энергии и любви она может очень пылко объяснять что-то связанное с этой энергией у мужчины здесь слабое место дырка и поэтому если женщина допустим с любовью к мужчине подходит или даже к ребенку к мальчику то он становится таким очень слабым он обмикает весь такой и важно знать даже что чаще всего он не может выдержать этот напор когда допустим мать ребенка берет с любовью начинает целовать он только он во-первых обмикает а во-вторых он крестит как бы и отворачивается потому что он не выдерживает мальчик но если она девочку берет обнимает целует она раскрывается вся такая довольная становится и хочет еще реакция совершенно разная то есть у женщины и у девочки маленькой очень много этой энергии любви она может целоваться бесконечно ну бывает но значит вы не знаете подхода у вас какие то есть несовместимости может я говорю в целом просто ну то же самое происходит с мужем допустим если вы подошли к мужу начинаете его обнимать целовать он обмикает такой весь как ватрушка становится такой да такой правда ведь так то есть мужчина не парализуется от этой энергии он становится таким слабым беззащитным и с ним можно делать что хочешь в это время так же после еды происходит когда с любовью женщина кормила мужчина становится как ватрушка таким расслабленным с ним можно делать что хочешь можно его стукнуть там пусть что хочешь он все принимает нормально ко всему относится может пообещать все что угодно не факт что он выполнит но пообещать может в этот итак другое дело когда женщина вот здесь ее энергия любви она имеет кипящую природу то есть ее энергия любви не удовлетворена ситуацией и она говорит мужу слушай пойдем поговорим он ей говорит слушай может завтра я сегодня устал ну то есть когда она очень эмоционально пытается ему что-то сказать то для мужчины это очень сильный удар в сердце ему становится очень больно он говорит что ты от меня хочешь начинает демагогию разводить бьет ее по голове она чувствует сильное напряжение это напряжение выходит в сердце она еще больше эмоции вкладывает в слова я тебя вот такого хочу и ему туда внутрь он такой двигайся больнее потому что он не может защищаться от этой энергии женской любви и она бьет прямо очень глубоко в сердце, и он опять ей в демагогию. И так начинается скандал, неуправляемая ситуация между мужчиной и женщиной, потому что они оба друг от друга не защищены. Потому что когда между мужчиной и мужчиной скандал начинается, там ситуация контролируемая. У них энергия одинаково движется, но мужчина и женщина противоположные. И поэтому, когда начинается конфликт между мужчиной и женщиной, он не может закончиться самостоятельно, потому что он всё время нарастает. Нужна какая-то сила, которая должна это остановить. Итак, мы, видите, уже подходим к жизни. Следующий психический центр разума находится в области паха, не связан никак с полом, связан с желанием жить. Там находится страх смерти у нас и смелость также, ну, желание жить. У мужчин, все, никто не хочет умирать, ни мужчин, ни женщины. Ну, по-разному немножко работает, но в целом он не имеет отношения к полу. Вот этот вот центр психический связанный, разум имеется в виду. Не чакры психические центры, которые находятся в уме, потому что последняя чакра, которая находится в уме, она имеет мужскую природу, мужского пола, самая нижняя. А повыше неё она имеет женскую природу. Поэтому женское понимание любви выше, чем мужское. У мужчины более грубое представление о любви. У женщины более высокое. Поэтому в отношениях к любви всегда женщина права, а мужчина неправ. Потому что у женщины более глубокие и возвышенные, чистые представления о семье, о сексе даже, обо всём, что связано с отношениями. У женщины более возвышенные представления, у мужчины более грубые. Поэтому мужчина ничего не соображает вообще в отношениях. Жена учит мужа, как скроить отношения в семье. С детьми, с родителями. Жена учит, мужчина учится. Но женщина учится в мужчине отношениям в социуме, в обществе. Что касается эгоизма, то это психическая энергия, которая пронизывает все структуры. Ум, разум, тело, всё. И это означает, эта энергия называется «я». Ощущение себя как Личности, «я». И бывает два типа «я». Один тип разрушает судьбу человека. «Я» просто разрушительно действует. Этот тип «я» означает «я хочу счастья себе, жить для себя». Называется эгоизм невежествия или ложное эго. Неправильный эгоизм. «Я хочу любить других». Тоже «я». «Я буду счастлив, если кому-то станет лучше». Тоже «я». Это называется истинный эгоизм, правильный эгоизм. Или эгоизм души. И этот эгоизм приносит счастье. Он основывается на знании. Потому что если человек не понял, как сделать счастливым другого человека, он не сможет его сделать счастливым. Ну, например, если я не знаю, как устроен мужчина, я не знаю, как к нему подойти. Я не смогу его сделать счастливым. Если я знаю, смогу. Истинный эгоизм всегда основывается на знании самопожертвования, желании служить. Ложный эгоизм всегда строится на желании самосохранения и заботе о себе только. Это приводит, в конце концов, к страданию всегда. Как бы вы ни сказали. То есть фраза «я желаю себе счастья» разрушительна по своей природе и приводит всегда к страданию. Хотя некоторые лектора говорят, что это важная фраза, нужная. Но это их заблуждение. «Я желаю счастья другим» — всегда победа. «Я желаю счастья себе» — сложное счастье всегда сначала становится хорошо сразу, а потом плохо. Если я повторяю, «Я желаю счастья себе» — «Я желаю себе счастья», «Я желаю себе счастья» — сначала хорошо становится сразу, потом будет плохо, потому что возрастает эгоизм. «Я желаю всем счастья» — сначала тяжело, потом будет хорошо. Так устроен этот мир. Итак, что такое отношение? Отношение означает, что вот этот плюс и минус между мужчиной и женщиной вступили в гармонию. Это всегда энергия сердца отношения. Энергия сердца. Гармония означает, что самое лучшее начало выходить наружу у человека, а самое плохое спряталось внутри. Когда люди вступают в гармонию друг с другом, то они начинают видеть только хорошее друг в друге. Всё хорошее прячется, его не видно. Поэтому это вызывает усиление чувств. То есть человек видит всё хорошее, он не может остановиться, он хочет как бы всё больше и больше смотреть на человека. «Вижу я рассвет в твоих глазах, слышу пение птиц в твоих словах». И так далее. Понимаете, то есть человек чувствует очень глубокая вещь, глубокое переживание возникает по отношению к другому человеку. Почему? Потому что очень много общего. Возникает гармония. Означает одинаковая судьба. Некоторые люди думают, «Мне случайно достался этот человек». Случайно. Не может достаться. Потому что возникла гармония, которая соединила вас. Просто вы её забыли уже, что она возникла. Забыли. Но это не значит, что её не было. И интересно знать, что победа над семейными трудностями очень проста. Когда один наставник сказал своему ученику христианскому, он сказал, «Если ты хочешь быть счастливым в личной жизни, во время молитвы всегда вспоминай ту чистоту в глазах, в поведении, в словах своего близкого человека, который ты видел при первых встречах. Если ты будешь вспоминать это в твоем близком человеке, ты никогда не будешь поражён, иметь поражение в личной жизни». Надо вспомнить вот это первое состояние. Оно даёт знание обо всём, об очень многом. Давайте проанализируем. Есть песни, которые какими священными являются. Их так же и слышно. Они такими слушаются так же. И когда такие песни звучат, то можно в анализе этой песни понять, что происходит с человеком дальше, как скроется его жизнь. следует знать, что это гармония или влюблённость. Это не любовь ещё, это влюблённость. Влюблённость — это состояние с двумя знаками. Со знаком минус и плюс. Если у человека есть санкции на влюблённость, то есть у него никого нет, человек не женат и не замужен, тогда в этом случае это со знаком плюс идёт, то есть это приносит счастье в жизни. Но та же самая влюблённость, когда ты уже женат, приносит разрушение судьбы полной. То есть та же самая гармония, которая возникает между человеком и другим человеком, но ты уже женат, разрушает полностью судьбу и является негативным фактором в жизни человека. Её надо бояться как огня. Хотя не хочется. Потому что всегда хочется счастья человеку в жизни. И тут противоречия возникают. Хочется настоящей любви с одной стороны, а с другой стороны нельзя. Если я сейчас не отвечу на это противоречие, многие из вас сгорят прямо. Поэтому я отвечаю. Настоящую любовь нужно достигать в тех отношениях, в той любви, которую вы получили до этого. Семья создана. Вот здесь вы должны достичь чистоты. Вот когда вы достигнете вот такого же чувства, как при первой встрече с близким человеком, вы завершили этот цикл. Не значит, что вы расстанетесь. Это значит, что вы никогда уже не расстанетесь. Вы в следующей жизни будете вместе и тоже будете счастливы. И так далее. Вы сдали свои экзамены личных отношений. Спасибо. 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 Спасибо.